добрый день я приветствую всех на канале 18 соток и сегодня хочу поговорить с вами о семенах о хранении семян как продлить жизнь семенам на примере давайте возьмем сладкий перец вот у меня есть сладкий перец это геркулес f1 эти семена я купил интернет-магазине как бы семена не из дешевых выходит 2 гривны семечка 50 грамм и всего потом это 10000 гривен как бы ну довольно таки прилично все знают что с перца f1 нельзя собирать семена вот я как бы проэспериментировал посадил семена там не было 20 семечек купила за 40 гривен собрал перец и со всего перца собрал семена на следующий год я их высел скажу вам честно никакой разницы я не заметил только единственная высадила в сопер 100 130 или 140 кустов посадил только один куст был желтого цвета перец все остальные были красные один в один как вот как прошлом году я сажал такие не в этом году получились я хочу сказать эти семена можно собирать только один раз если выбираете собираете семена с f1 эти семена будут называться f2 вот один раз вы их собрали все больше семена не собираете но так как продолжительность жизни этих семян всего три года как бы три года и все они теряют скорость свою как продлить ихнюю жизнь хотя бы до восьми лет может до восьми до десяти лет самое главное некоторые нюансы это хранение сегодня я об этом вам не расскажу вот я покажу вам сейчас фотографию это сбор перца с f1 когда первое собрал его и нас еще будет посеял и вот вы можете посмотреть вот моя жена с перцем это перец который был собран с семян f1 которые собрал почему срок годности семян не обязательно сладкий перец именно это может быть любые семена любые какие угодно любых овощей почему у них такой маленький срок жизни как бы у семян есть какой-то определенный цикл цикл это лето осень зима и весна так как мы собрали летом и храним в комнатных условиях для них это все время лето них нету зимы они не засыпают нет у них цикла отдыха и так для них надо создать зимний период когда они упадут в спячку как только они упадают спячку соответственно питательные вещества уже будущий зародыш не получает он просто спит и семена будут спать до весны до потепления как вы создать такие условия для этого нам понадобится прежде всего фольга обязательно ольга хорошо держит холод кульки zip кульки . и контейнер так сейчас вам расскажу технологию как надо правильно хранить семена и так у нас есть какое-то определенное количество семян в примеру пускай там вот столько семена можно любые же говорил так все на хранение как бы в одном пакете хранить нельзя почему потому что вы будете доставать эти семена нельзя много раз чтобы не то холоде то в тепле холоде в тепле это они получат эффект стратификации эффект стратификации это когда семена надо срочно пробудить семена которые только схожи их сначала нагревают потом вложат на какое-то время там на неделю на две на три в холодильник они остывают потом снова нагревают и семена ждут только влагу дайте им влагу они сразу мгновенно все проклюнутся так мы взяли с вами семена мы делаем кулечки берем сколько вам там кулечка на сколько вы лет рассчитываете их сеять восемь лет вот вы делаете кулечек номер один дайте надо будет пронумеровать их номер два номер три номер четыре пять шесть и так далее засыпайте в кулечек столько семян сколько вы на следующий год будете использовать можете чуть больше там на всякий случай нежелательно по сто раз доставать их вот мы взяли с вами семена берешь и берем еще один зип кулек самое главное самое самое основное зип кульки не должны пропускать воздух это обязательно вот мы с вами в один зип кулёк сложили нужное нам количество семян примерно там на 7 лет мы рассчитали берем 7 кулечков ну может сделать там 8 или 9 кто-то вас попросит вот вот все кулечки выпускаем воздух закрываем что нам понадобится нам понадобится фольга это пищевая фольга берем кусок фольги где-то примерно такой берем семена заворачиваем этот кусок фольги может три сорта четыре пять десять пятнадцать там сколько вас есть пополам есть не обязательно что оно должно быть там прямо в воздух не проходил нет просто это у нас как бы как холодильник мини-холодильник берем семена берем 2 3 4 5 10 и заворачиваешь вот мы с вами завернули это мини-холодильник даже если вы откройте холодильник там у нас час не будет примерно работать или еще что-нибудь семена останутся при той температуре при которой они были изначально в холодильнике нам понадобится еще контейнер вот такой смотря у кого сколько семян у меня очень 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 много я храню в таких контейнерах у меня сейчас холодильники стоит как бы я не буду доставать я объясню потом почему и укладываем сначала подписываем сколько у нас здесь пакетиков маркерами чем-то вы будете подписали можно даже этот самый положить зимкулёк уложили мы его в зимкулёк и прямо на зимкулёк мы записали что за сорт сколько пакетиков когда он был поставлен в холодильник в каком году каком месяце все это мы с вами сложили сложили и поставили в холодильник на самый нижний полку вот так они будут храниться у нас в течение там 8 или 9 лет этот контейнер не извлекается с холодильника если вам примерно надо какой-то части семян вы прямо в холодильнике открыли крышечку достали это самый семена достали один кулёкчик какой вам нужен столько сколько вам надо вот вы достали кулёк и самое-самое главное ни в коем случае не вздумайте его сразу открывать не ложить его ни на батарею ни на финном прогреватель еще чем-нибудь он должен принять комнатную температуру 2 3 4 5 дней часов может быть сутки после положили его и он должен лежать так почему нельзя его открывать вы сами знаете когда что-то с холодильника достаете напиток еще что-нибудь и он сразу мгновенно покрывается конденсатор то же самое произойдет и семенами как только вы их открыли доля секунды все мгновенно попала туда влага так как семена пористые они сразу мгновенно впитают все и они вас проклюнутся так как тепло уже было холод уже был и влага есть все они проклюнулись даже не проклюнулись они набухли вы их соответственно быстренько закрыли и положили назад в контейнер но семена уже влажные через месяц может быть через два они просто спреют у вас и просто достанет их они же будут черные как бы это я уже проходил это уже испытанно лучше проще всего в холодильнике крышечку открыли там тепла нету достали кулечек сколько там а маленький какой-то и все и кулечек используйте может можно конечно повторно его положить туда сегодня что не успели использовать но кульки должны быть обязательно подписаны и когда вы достали его вы должны запомнить что выбрали пример первый номер и там через какое-то определенное время опять же доставать и тот же самый первый номер не доставайте там 2 3 там без разницы почему потому что как бы этим уменьшаете срок жизни семена и семена ваши будут спать восемь лет девять лет так что вы будете этот метод и я надеюсь вам понравится вы сможете сохранить любые семена на бедня да вам покупать каждый вот там некоторые говорят надо собрать семена и высеять нас еще с них собрать семена опять высеять вы знаете вот эти все перцы без разницы какие они острые либо это сладкий перец если вы будете каждый год даже если нет один и сегодня каждый год собирать семена семена перерождаются и перец вас бы с каждым годом меньше меньше будет не такой крупный не такой толстостенный термом перепыляется это уже будет совсем не то что было изначально а так как вы собрали семена самого самого первого то что вам понравилось вот они все это вам хватит их на ближайшие я не знаю там 10 лет до тех пор пока они будут сходить главное если примера размораживайте холодильник возьмите попросите соседей пускай они там на день поставят себе в холодильник ничего страшного и зато вы будете постоянно семенами на этом я заканчиваю подписывайтесь на мой канал заходите на другие видео ставьте лайки спрашивайте буду обязательно вам отвечать на ваши вопросы до свидания а 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 нет а а